Шестой абзац, ну и сразу восьмой, они созвучны. Видел я согрешившего явно, но в тайне покаявшегося, и тот, которого я осудил как блудника, был уже целомудр у Бога, умилостив его чистосердечного обращения. Понимаете, это про то, как вот судить человек. Вы видели его грех, но вы не видели его покаяния. Вот скажем даже про священника. Интересный образ, вот скажем. Вот вы приходите в храм и видите, в храме никого нет, только священника, который выгребает кружки. Вскрыл кружки и в карманы набивает деньги. Вы это увидели? Разумеется, сто процентов. Если вы в тайне не Серафим Саровский, вы его осудите. Потому что, ну любой понимает, ну как-то тайно вскрывать кружки, пока никого нет, комиссия какая-то, ну как-то надо сосчитать деньги. А он еще там не в мешочек, а в карманы набивает. Ну понятно, батюшка. Такой вот, все понятно. Вы, конечно, промолчите, не укорите. Вот, ну пойдете домой, дивясья сами в себе происшедшим. Вот. Ну да, правду, наверное, говорят все попы вор. А священник взял эти деньги и пошел через дорогу в дом и отнес эти деньги бабушке, которой нечего кушать. Или в магазин пошел и купил и принес ей продукты. Вы этого не видели, вы этого не знаете, вы навсегда его осудили, а его даже осуждать-то не за что. А не по закону государственному, а по закону Божьему, он хозяин этих денег. И куда хочет их, туда и девает. Он отвечает за эти деньги перед митрополитом и перед Господом Богом. И если его спросят, он ответит. А все эти комиссии, это так, для государства, для законности, для бухгалтерии. А строго говоря, перед Богом отвечает только он, без всякой комиссии. И по совести он прав, что так сделал. Опять-таки, если комиссия составит акт о том, что эти деньги взяты из кружки. Акт составлен и подписан. И эти деньги уже нельзя просто так взять и отнести бабушке. Их надо уже списывать. А как вы спишите, под каким соусом вы их спишите. Бухгалтерия имеет свои закономерности, не так просто это сделать. И все. И он, зная этого, не дожидаясь комиссии, а бабушке сейчас кушать надо. Вот она взяла, он взял и отнес, едет покушать. И таких случаях может быть угодно. Я рассказывал уже в этой аудитории про нашего батюшку, как про него легенды стали распускать. Однажды пришли к нему два местных наших пьяницы. Здоровых мужика. Ну вот, ну, слабость у них. Пьют они очень много. А когда напьются, приходят к батюшке. Ну а что тут такого? А куда еще идти? Жены все равно из дома выгоняют. Вот. Поэтому приходится к батюшке идти, за жизнь поговорить. Он понимает, он трезвый человек, понимает, что все это бесполезно. Говорить с ними бесполезно. Он понимает, если их выгнать, они будут, они что-нибудь сделают. Или с собой, или с другим. Ну, здоровых, пьяных, безумных мужика. Вот. И он начинает с ними разговаривать. Он понимает, что это бесполезно. Но он понимает, что так будет лучше. И вот порой полночи, там с трех до пяти, с четырех до шести. Батюшка, что еще делает? Деревня. Ну вот он разговаривает с пьяными за жизнь. Вот. Ну а тут как-то стали говорить, говорить это самое. Они же громко говорят, они же пьяные. Матушка вышла, говорит, слушай, ребенка не могу усыпить. Шли бы вы куда-нибудь. Но они пошли в храм. Он говорит, благо это недалеко, сто метров всего от дома, где он живет. Они пошли в храм. Но они же оба пьяных. Он их берет под руки и пошел, чтобы они, они вот в одну сторону, он так вот держит. Разумеется, пока они сто метров дошли до храма, их человек десять видел. Ну там, мол, там еще напротив. Ну и все. И в деревне стали говорить, батюшка-то у нас. Он алкоголик, пьет, пьет и не стыдится, с известными пьяницами пьет. Осудили, судили. Да, ему, конечно, без разницы, что осудили. Он об этих людях думает, об этих людях молится. Но вот вы ошиблись. Вы неправильно послушали. И сколько таких случаев? Сколько таких случаев? Просто вот, просто пруд пруди. Никто ничего не знает. Поэтому важно судить человека не за то, что он делает. Вы не знаете, что он и почему делает. Вы просто должны выработать, как к этому относиться. Вот и все. Подумать, посоветоваться и относиться. Осудить и думать, прав он или не прав никто. Вы даже за собой последите как-нибудь, хотя понаблюдайте, сколько вы делаете дел, которых другие люди не понимают и могут отнестись к этому с предосуждением. Просто осудить, например. Сколь угодно. Вот разных, разных, разных случаев. Вы не знаете, как это все делается, почему это делается. Очень много разных. Вот. И тут же восьмой. Как огонь противится воде, так и кающемуся не сродно судить. Если бы ты увидел кого-либо согрешающего, даже при самом исходе души из тела, то и тогда не осуждая его, ибо суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно впадали в великие согрешения, а большие добродетели совершали втайне. И те, которые любили высмеивать их, обманулись, гоняясь за дымом и не видя солнца. Вот самый, может, явный пример это Мария Египетская, да? Она грешила явно, и все ее, все-все-все давно осудили, давно считали ее никчемной. А вот ее покаяния не знал никто, кроме одного единственного человека потом. И тем не менее, вот ее покаяние было принято Богом. И так вот везде. В то же случае я рассказывал очень много, скажем, в деревне, когда живет священник, в городе сложнее с этим, я так думаю, но в деревне, поскольку там контакт, прямой контакт священника с народом, он непосредственный, он всегдашний, постоянный, он живет вместе с этим народом. Так вот этих событий удивительных очень много. Я рассказывал уже, например, историю у нас в соседней деревне Чусовом. Человек жил, у него потом жена, была староста церкви, пока не умерла, вот уже после его смерти, вот. Он жил очень скверно, очень жестокий человек был, ну или жесткий. Жену держал в темном теле, в черном теле, никогда ее не слушал. Все ее там мысли, советы он обрывал, сказал, что она никчемная дура, которая ничего не понимает. Изменял ей, вот, шагу не давал ступить. Ну вот пришла ему смертушка. Это еще до того, как у нас священник появился, это где-то конец, нет, самое начало 90-х годов, где-то 92-й год. Вот, и он так говорит, это самый, жене говорит, позови священника. Умирает, позови священника. Так вот, священник только на порог ступил, его из Силы привезли, только на порог ступил, он еще его не видит, из комнатки просто слышит по голосу, по шагам мужчина в дом чужой зашел. Он кричит, в голос начинает исповедь. Отец Александр ему говорит, подождите, подождите, я это сейчас облачусь и людей выведу. Говорит, а чего выводить? При людях, на людях грешил, на людях и каяться буду. И так в голос все вот кричал и плакал, вот, на весь дом. Но ведь никто в деревне об этом не знает. Никто. И в деревне, а там еще такая история, он, вот, женщина, с которой он изменялся, она его, вот, эта жена, привела к нему эту женщину при смертном адрес, чтобы он с ней простился. Представляете? Чтобы он простился, он с ней был, он с ней спал. Вот. И он должен попросить у ней прощения. Все, там, ну, и больше они не общались, как бы, после этого. А потом эта женщина, ну, прошли, вот, 20 лет прошло, эта женщина приглашает, звонит этой бабе Гале нашей, говорит, позови священника. Священник, вот, это сам, священник пришел, он говорит, я умираю, я хочу покаяться, но я больше всего хочу покаяться перед вот этой Галиной. Ее позвали, они тут плакали, ревели на глазах у священника, обнимались, примирились, вот, она ее, когда умерла, баба Галя же ее и одевала во все, облачала, читала псалтырь, унесла ее на кладбище, только потом сама умерла. Вот видите, ну, вот такие христианские истории творятся. Люди примиряются, люди каются, но никто об этом, вот, священник, просто сил обстоятельств, а мне наш батюшка все рассказывает, по доброте душевной. И вот эти истории, вот, я их могу вот так вот бесконечно рассказывать. За 20 лет, которые мы там служили, таких историй множество. Но их никто не знает, и для людей, это как они были все грешниками, и так и остались грешниками. А на самом деле люди принесли покаяние и отошли, отошли по-христиански, по-христиански умерли, примирились со всеми, причастились и ушли примирившиеся к Богу, хотя на жизни нагрешили порядочно. Вот, поэтому надо всегда в этом смысле, еще раз повторю, быть осторожным. Спасибо. Спасибо.